ужин приготовила так как я люблю так перечислила все продукты которые мне сегодня послал бог картошка фри собственного приготовления чуть разная сыр филадельфия чеснок в оливковое масло я люблю и карпики но это не карпики это рыба которую мы брали тут опять чем-то в тафеле я не помню не знаю как она называется сейчас скажу не так и половинка меня для начала раскрою у меня соуса нет а вот сыр за место соуса будет как раз и яйцо наверно не авокадо надо уже такой спела я кость можно посадить не стоит облизывать косточку потому что могут можно ее проглотить на греха подальше и она не раз творится это кстати не смешно неизвестно возможно ну вот как-то так вкусняшка вкусняшка понравились вам ботинки по комментариям я вижу вам понравились ботинки но что вам не пошло что потому что они сделаны из каучука каучука когда это так называется каучковая кожа которая не промокает по крайней мере так написано на сайте но не написано что это каучковая кожа написано ботинки непромокаемые вот и те ботинки которые присылала поле они конечно есть но они замуж и такую погоду когда дожди они не пойдут тоже не будешь по лужам в замше ходить не будешь поэтому специально такие ботинки думаю куплю вам не понравились а что они мужские ну что поделать вы носите женские туфельки я ношу 44 размера мужские ботинки и болот поэтому самое главное чтобы было удобно ноге чтобы ваша нога комфортно чувствовала себя как оля краски прислала только что они кожаные ну да и они такие классные кожаные что оля прислала красные они на выход а есть и на каждый день каждому своем вот это что больше посолена картошка это вкуснее которая не фигуристая посолена одинаково и там и там она солит это в духовке она без масла без ничего и потом крупной солью посолить в духовке как запеченная картошечка и потом уже когда приготовилась крупной солью посолили очень вкусно молочками хочешь не рыбка так вот что касается ботинок мне не нравится не вам их носить кроссовки тоже есть какие-то девчачьи но в основном носят что девочки себе покупают что мальчики одинаково поэтому как слява я люблю как сляву она вкусная да да сладкая такая слява норма похоже на наш карпик ну это не карпик так вот это про ботинки я еще раз повторюсь у кого широкая нога больные ноги очень классная обувь отдел она легкая отлично пока есть такая возможность пока у них акция так что можно себе заказать но я думаю что сейчас это пользуется спросом сейчас как раз уже осень каждый себе обновить обувь обувь и такая вещь и и много не бывает вкусная рыба чуть-чуть посолений что вы так бедная переживаете за то что как я это все буду куда-то везти никуда не собираюсь ехать во вторых если вы не слушаете новости не знаете что происходит вообще в мире не надо писать вводить людей во маму понятно что происходит я вам уже говорила и сейчас вам сообщаю что за меня не переживайте и переселенцы будут беженцем беженцем термин их неопроживание в европе будет продлен так что не надо перегибать нервничать рассказывать что вы все знаете писать какие основания у людей здесь есть аттатация или нет я думаю что все люди не глупые все прекрасно понимают и каждый для себя выбирает что ему делать так что вот так что касается того тех вещей что вот ты когда-то про что-то про кого-то говорила у меня обсирали никого нет у меня есть только мое мнение личное мое мнение и насчет тасселя и насчет того что действительно беженцы приехали в германию в другие страны в европу и многим европейцам беженцы дали работу учителя появились больше учителей взяли на работу все это вы сами подумайте а врачей больше хотя в европе не хватает врачей так что говорить о том что это обсиралово это не обсиралово это факты так а если вкусно да врач мнения у вас своего нету то что поделаешь помочь вам никто ничем не сможет что там рассказывать что тут могут остаться только те кто работает тут кто это неужели вы думаете что блогеры которые ведут свои youtube каналы и у которых какие-то в жизни происходят серьезные вещи ну вот самые такие серьезные они будут это выносить на всеобщее обозрение сначала это происходит потом они уже могут вам рассказать ну то чтобы прямо делиться с вами я знаю многих блогеров которые очень много делились потом за это поплатились такие доброжелатели как там пишут что было такое что люди даже лишались работы люди от зависти не знают от безделья от зависти пишут жалобы и люди лишались работы понимаете понимаете вот так поэтому это не хочу называть этим этих блогеров просто смотришь и знаете удивляешься что вообще-то тебе люди есть люди не могут понять что все что ты сделаешь какое-то говно оно все равно тебе возвратится рано или поздно не тебе а твоим детям вот это сто процентов это вот прям закон бумеранга сделаешь какой-нибудь радость и все поэтому люди не хочу думать ой да что там зависть или не зависть зависть или не зависть то есть человек вкладывал свои деньги и шел учился получил образование его хотели брать на работу и потом ему сказали что извините мы не можем взять вас на работу потому что на вас приходит жалоба с ютуба у нас репутация нашей фирмы мы не можем ну чем своей репутации жертвовать ради того чтобы вас принять на работу а это немалые деньги учеба и все прочее поэтому мое мнение что человек который с вами чем-то делится я не говорю что все плохие еще раз говорю просто не стоит это делать там на личном фронте если у кого-то появился молодой человек какие-то отношения тоже это знаете не стоит это все показывать потому что люди завистливы в одиночке очень мало людей которые могут когда тебе хорошо за тебя порадоваться ну показывать знаете свои отношения или того человека это не надо да да поэтому каждый кто кто хочет показать себя умным он же на самом деле так им не является но никто из нас не знает в каких условиях вы живете те кто пишут гадости на каких постелях скипите и с кем ну понятно ну это так а тут люди открыты когда люди показывают все что оно тебе боком и выходит да да поэтому очень печально что таких людей к сожалению в нашем обществе есть такие агуты так что если вы точную информацию не знаете о депортациях о законе каком-то сейчас то не надо ничего говорить ну так ну так ну так вот действительно слышу звон да не знаю где он как у вас еще раз говорю это от тем которые люди пишут даже не знают я думаю что все читали отпевать не надо что это это и я убираю это и блокировал людей чтоб не было дезинформации чтоб не было это жуткое брехни какой-то если вы если вы своего мнения не имеете то это не значит что своего мнения должен никто не иметь что рассказывает что ну как не откроем канал так одно и то же одна жрачка каждому своем кто-то жрет кто-то вяжет кто-то шьет целыми днями я не знаю кто-то печет кулинарит каждому своем на вкус и цвет товарищи а я сам себе художник что хочу то и покажу и так поэтому как говорила одна героиня хорошего фильма не учите меня жить а лучше помогите материально хе-хе-хе-хе-хе вот так вот и все а что касается я же уже говорю что люди которые здесь живут уже по 20 лет у меня есть такие знакомые которые здесь по 20 лет живут и шо одинокие люди не совсем хорошо тоже в жизни все которые живут здесь когда-то приехали бывшего советского союза а сегодня хотят показать что они прямо такие люди с голубой кровью я не знаю в 21 веке это уже и жида а свою ненависть показывать какой-то нации я считаю что больших большого ума не надо любой если ты ненавидишь украинцев то это не значит что ты имеешь право людей оскорблять вот это чисто мое мнение это относится не только это относится ко всем любую нацию нельзя оскорблять не ее традиции не какие-то вообще ее корни этого не задел отлично моего мнения а то что вы стараетесь а всегда и везде украинцев пронизить это вам чести не делать и большой вас как сказать потенциальный ум тоже не показывает мое мнение а то что если у меня есть свое мнение то это мое мнение я не устану говорить еще раз я практически все люди одинаковые это не зависит от таций есть люди так воспитанные которые не знают они ни тактичности ничего я например когда в гости кому-то иду надо хотя бы шоколадку принести дальше ты хочешь с этим человеком встретить тут я так считаю у некоторые люди думают что это необязательно поэтому видите это тоже от воспитания зависит как а если ты в гости идешь так тем более не говорится может у человека нет возможности там что-то такое знаешь какой-то батончик если ты в гости идешь человеку надо обязательно не с пустыми руками прийти я к чему говорю потому что мы все разные у нас разное воспитание посмотреть минутный ролик это еще ничего не говорит что какой человек можно найти себя поставить показывать уже жирно данный вкус надо вкусно она такая вот прямо по стрелке она вкусняшная такая вкусняшная прям классная да вот прям хорошая блин я не знаю как она живется и лапия по-моему вкусно вкусняшная рыба рыба хорошая это в каукландии 1 килограмм 599 ну не сейчас мы брали морозилку была мы достали она разморозила сегодня поджанин ее в упаковке по две штуки она хорошая такая спинка куринка классно знаете какая сейчас вам прям покажу видите жирненькая какая и знаете какая спинка классно вкусно 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 так ее прям пожарить сразу она мангале тоже да было бы классно на жирненько вкусно на решетке так вот поэтому меня учить не надо рассказывать писать мне о том что одно и то же или не одно и то же вот как есть так и есть одно и то же не одно и то же самое главное чтобы мне нравилось а вы когда я жюри по каналам ходите когда вам это говорят приветствие ой здрасте мои хорошие и все и кого не возьмешь блогера мои любимые мои мои любимые ой матерь божья а одного блогера смотрел это кто вообще умереть не встать ничего не имею против у каждого свое просто вот смешно я имею ввиду это к чему говорю я это говорю к тому что вам это нравится вот лезть понимаете лезть когда человеку когда человеку так славно вам пойдет в уши вот в любите вы знаете вот это вот слушать а правду никто не любит а что поделать так что я хотела сказать не мне этот блогер который мне нравится смотрю ничего против не имеет но это надо только выдумать значит здравствуйте мои хорошие те которые ко мне на меня подписаны и те которые ко мне просто зашли я работающий пенсионер он он там делает акцент а зачем эта информация а зачем эта информация информация что вот человек уже в возрасте уже как бы на пенсии но он работает еще понимаешь вот так вот себя значит это же я думаю что знаете такие вот люди не могу ничего сказать мне так кажется опять мое мнение потом ходят по каналам пишут гадости что вот мы платим налоги и все такое прочее вот почему то у меня такое мнение создало ничего плохого не имею нормальный канал иногда его смотрю когда у меня есть время но вот это вот эта фраза меня сейчас уже на сегодняшний день по-моему уже так он не говорит это блогер но вот прямо когда был прямо вот бунт так вот в начале когда беженцы говорили идите работать вот прямо вот я такая смотрю на него да я говорю на пенсию я работающий пенсионер мои любимые и все кого не возьмешь мои любимые мои любимые так вас кахаю так вас кахаю так кахаю вас аж не не можу не можу да не можу и все то все и все и все так вот поэтому что мне вам в уши заливать любимым каханом правильно вы там смотрите всяких нежностей на моем канале другое не будет жачки не будет энергии хоть мало вы все равно кушать кто-то кушает много кто-то кушает мало это ходил кто-то пойдет чаще в туалет кто-то пойдет варежа ну это зависит от организма я практически уже покушала смотрите какую картошку я уже съела тарелочку вкусняшка объедение просто закачается вкусняшка что там одна вода закрашена белым нам надо было такое общество чистых тарелок прошу убрать сейчас я даю авокадик мне еще порции есть он мой чеснок зачем она импирь за я не знаю зачем она импирь о видя я наделась развеселилась настроение поднимается зачем она импирь за заварить я не знаю наверно глистов они таки способом глистов от прогоняла импирь поднимает иммунитет человек заболел рекомендуем заварить импирь ну не знаю на счет глистов честно говоря не знаю вот так в общем прям начиталась и комментарии ваши думаю а вы только я вам отвечу не молчать же мне это даже не серьезно и это будет не уважение к вам если я промолчу либо вкусно поэтому ради уважухи к вам напоследок только кости бы не подавиться ну в общем высказала вам все что хотела до ботинки очень-очень прямо я довольна этими ботинками классно на носок на теплый надо что всегда ноги были в тепле хотя так вот отзывы говорят что очень хорошие да они идут размер в размер вот эти у меня белые черные не в размер в размер вот но вот 44 нога полная чтобы пальцы себя чувствовали нормально чтобы они туда не впирались сюда не впирались ну в общем у кого ноги проблемные тот меня поймет понимаете а у кого-то сквозняк голове тот лишь бы что писать поэтому рекомендую и мальчикам да мужская оба но она очень удобная очень классная так что всем рекомендую потом это даем а и и и и